Это улица Кайбагарова. По словам местных жителей, ранее по ней ездить было невозможно. А во время дождя тротуар затапливала водой. Теперь же после ремонта улица преобразилась. Учли и ирригационную систему. Мы три года ждали, когда нам покроют асфальт новый положат. На четвертый год все наши ожидания сбылись. Большое спасибо всем, что дай бог теперь, чтобы дольше держалось все хорошо. Но вот все мы довольны. Ремонтные работы завершены и на улице Ферия. Вместе с ней ремонт окончен еще на восьми улицах. Отметим, в этом году запланировано строительство 44 дорог столицы. На 36 строительные работы еще идут. Остальные дороги у нас некоторые будут переходящие, потому что там большой объем. В этом году мы планируем еще в порядка 15 в полном объеме завершить. Может быть, мы и до конца октября постараемся, естественно, в наших интересах, с учетом того, чтобы открыть проезды нашим жителям, горожанам, завершить по максимуму дорогу. В общем, на строительство дорог было выделено 277 миллионов 922 юаней. Отметим, что несвоевременному завершению начатого ремонта дорог препятствует наличие подземных водопроводов или линий электропередач. Кроме того, задерживают отдельные домовладельцы, которые вышли за пределы красной линии. Например, установили ворота вблизи дороги. Со стороны УЗС демонтировано около 520 объектов. Они мешали для строительства наших дорог. Очень много проблем, недопонимания с населением. Вторая фаза заканчивается в следующем году с хорошими развязками от улицы Фучика до Льва Толстого, от Достоевского Льва Толстого. Вот эти мы завершим три фазы китайского гранта. Напомним, что дороги будут отремонтированы три фазы крыгызско-китайского проекта, согласно которому в первой фазе было построено 95 километров дорог. На это было затрачено около 478 миллионов юаней. Сейчас идет строительство по второй фазе. По плану будет отремонтировано 60 дорог, это 70 километров. Также в мэрии отметили, что дороги будут отремонтированы и в жилмассивах города.